Организованная преступная группировка действовала в Рязани с начала 2017 года. Жители Рязани и граждане Узбекистана решили заработать незаконным путем. Для этого нашли помещение и необходимую оргтехнику. Они подыскивали иностранных граждан, которым требовалось продлить срок пребывания и проживания на территории России. Они помогли получить незаконные патенты более 400 иностранных граждан, получив за это денежное вознаграждение в порядке 500 тысяч рублей. В настоящее время все виновные лица привлечены к ответственности, им предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено прокурору, который согласился с нашей позицией. Также участники преступной группировки организовали заключение трех фиктивных браков между Рязанками и гражданами Таджикистана, получив за это около 100 тысяч рублей. Просуществовал преступный бизнес недолго. В августе 2018-го преступные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России. Преступление можно отнести к категории латентно, где все лица, участвующие в совершении этого преступления, заинтересованы. И никто не желает обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы был установлен соответствующий порядок. Поэтому не так просто было это преступление выявить. Ну и расследование осложнялось тем, что очень большое количество иностранных граждан было задействовано. Приходилось проводить очень большой объем следственных действий по допросу этих лиц, привлекать переводчиков, поскольку не все, а большинство этих людей, так скажем, из стран бывшего СНГ, владеет русским языком в достаточном объеме. Участники организованной преступной группировки обвиняются в совершении пяти преступлений по статье «Организация незаконной миграции», в том числе организованной группы. Им грозит наказание сроком до семи лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».